Уважаемые зрители и слушатели канала Истории Николая Полонского, я в очередной раз приветствую вас, и мы продолжаем заниматься изучением царствующих династий. И если вы еще не подписались на канал, то обязательно это сделайте. Если у вас есть желание в материальном отношении поддержать работу канала, то также вы можете это сделать. Все необходимые материалы для этого вы найдете в описании к данному видео. А сегодня мы с вами, по моему обещанию, я же вам сказал, что мы будем с вами много путешествовать в этом году по разным абсолютно точкам планеты. Мы находимся в Эмирате Дубай. Мы с вами сегодня исследуем это небольшое интересное арабское государство. Что оно из себя представляет, и разбираемся в фигуре того человека, который в 21 веке будет возглавлять эту страну, а именно его королевское высочество, принц шейх Хамдам бен Мохаммед аль Мактун. Человек, имеющий большое значение для этой страны, потому что, безусловно, за ним все будущее Эмирата Дубай, а значит и всей той роскоши, которая из себя в этом Эмирате сосредоточена и представляет. И, кстати, мы должны с вами тоже иметь в виду, что этот Эмират, он, по большому счету, в большем-то смысле и известен вот этим предложением, этой роскошью, этой лакшери. Но ведь, казалось бы, всего лишь 40-50 лет тому назад это была безжизненная пустыня с небольшими оазисами. Как так получилось, что вот именно эти оазисы, эта безжизненная пустыня превратилась в такое знамение всего самого лучшего и дорогого? Но мы с вами также должны учитывать, что этот Эмират только для очень обеспеченных людей. И в этом заключается бизнес-стратегия семьи Аль Мактун, которая сегодня находится у власти в Эмирате Дубай. Итак, сегодня мы с вами разбираемся в истории Эмирата Дубай, в истории семьи Аль Мактун, которой принадлежит наш герой и в нем самом. Но шейхи, принцы, хамдами бен Мухаммеди Аль Мактуми, совершенно очаровательном, обаятельном молодом человеке, очень современном, прогрессивном, который так легко находит общий язык абсолютно, с разными людьми всех возрастов. Итак, обо всем по порядку. Если мы с вами говорим об Эмирате Дубай, то мы должны очень четко понимать, что это один из семи Эмиратов, которые входят в состав единого большого государства под названием Объединенные Арабские Эмираты. Оно было создано в 1971 году представителями двух семей. Аль Нахаян – это наследственные эмиры Эмирата Абу-Даби и семьей эмиров Дубая, а именно семейством Аль Мактум. При этом, что интересно, эти две семьи выходят из одного клана, и мы об этом еще поговорим. Тем не менее, они приняли для себя такое решение в 1971 году, когда перестали быть британским протекторатом и стали выстраивать уже самостоятельную государственность. И при этом было тогда еще определено в 1971 году, что за семьей Аль Нахаян устанавливается пост пожизненных, ну, фактически, постоянных президентов Объединенных Арабских Эмиратов. Но, тем не менее, есть определенная формация. Каждые пять лет представители семьи Эмиратов избирают президента, но исключительно из семьи Аль Нахаян, то есть из семьи эмиров Абу-Даби. А вот из семьи Аль Мактумов, наших сегодняшних героев, избираются именно вице-президенты Объединенных Арабских Эмиратов и также премьер-министры страны. При этом хочу обратить также ваше внимание на то, что Объединенные Арабские Эмираты, они состоят из целых семи эмиратов. Нам, конечно, в большей степени известен самый крупный из них – это Абу-Даби, затем по своей территории и значимости – это Эмират Дубай, но также в составе этого государства еще следующие эмираты – Ум-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма, также это Аджман, Шарджа и Э-Фуджара. И все эти эмираты представляют из себя единое государственное целое. Но, как мы с вами понимаем, вообще нет ничего подобного в арабском мире. Это единственный исключительный пример, когда представители семи, казалось бы, ранее независимых эмиратов стали единым целым. Вот такое удивительное, абсолютно федеративное государственное образование на политической карте планеты. Но обратимся к истории непосредственно Дубая как эмирата. Итак, он возникает в 1833 году, а именно с этого времени устанавливается власть семейства Аль-Макту. А как мы с вами помним из лекции, уже предшествующей, посвященной блистательной шейхе Моди, а именно это мать нынешнего эмира Катара, я уже упомянул о том, что очень большое значение имеет в арабском мире принадлежность представителя той или иной семьи к тому или иному клану и племени. Племенной союз – Банияс. Он разделяется на различные кланы. Одним из этих кланов был клан Аль-Буфалас. Именно к этому клану принадлежит семья Аль-Мактумов, наследственных правителей Дубая. В 1833 году Мактум бен Бути, представитель вот этого клана Аль-Буфалас, он вместе с 800 своими родственниками захватывает вот эти территории современного эмирата Дубая. Но при этом надо отметить, что тогда они из себя мало что представляли в ценном отношении, но мы должны всегда учитывать важное географическое расположение эмирата Дубай. Это перекресток торговых путей из Ближнего Востока в Индию. Поэтому это стратегически важный морской путь, и, соответственно, те морские объекты, которые непосредственно представлены в этом эмирате, они имеют очень большую экономическую выгоду. Ну, а смотреть, что получается. Значит, вот этот Мактум бен Бути, он и дает название этому семейству. То есть, соответственно, поэтому царствующая фамилия в Дубае называется Аль-Мактум. В 1853 году подписывается договор между представителями семейства Аль-Мактум, царствующего в Дубае с Великобританией, и тем самым устанавливается британский протекторат. Что это такое? Это когда страна не может, по сути дела, самостоятельно определять вектор своих внешних политических связей. Это определяет уже непосредственно государство-протектор, то есть Великобритания. И вот именно уже с середины 19 века устанавливаются очень тесные взаимоотношения между Дубаем и, соответственно, Великобританией. Это нам тоже очень важно иметь в виду, потому что как раз-таки наш герой, нынешний наследный принц Дубая, он замечательно владеет английским языком, и вообще надо сказать, что вся семья Аль-Мактума, она очень тесно переплетается в экономическом и в политическом отношении с Великобританией. Что касается наследников первого эмира Дубая, Мактума бен Бузи, то его сын Рашид бен Мактум, он царствовал в конце 19 века, и в 1892 году он продолжил политику протектората с, соответственно, Великобританией, и заключил договор, который получил название «Исключительных соглашений с Великобританией». То есть, действительно, Дубай целиком и полностью стал зависим от Британии. А уже затем его следующий преемник, Мактум бен Хашер, эмир Дубая в начале 20 века, он очень благоприятствовал торговле и, прежде всего, улучшению судоходства в регионе. И надо отметить, что самым главным промыслом жителей Дубая тогда был жемчуг. Вот они выращивали жемчуг, его собирали, и на этом делали определенный свой небольшой капитал. Но все существенным образом поменялось в 20-е годы 20 века. В Японии стали производить искусственный жемчуг, и поэтому конкуренция стала совершенно другой, иной. И, соответственно, Дубаю пришлось очень серьезно поднапречься тогда, для того, чтобы обеспечить внутреннюю экономическую стабильность в государстве. А мы должны с вами иметь в виду, что это все-таки восточные люди, и если у них есть определенные свои экономические проблемы, то могут быть и народные восстания. И вот тогда они происходили. И тогда у власти находился шейх Саэт бен Мактум. И вот именно он в 20-е годы столкнулся с вот этой очень серьезной проблемой, которую ему пришлось решать. И надо сказать, что именно в годы его царствования она так и не была решена, но зато, когда его уже сын находился у власти, а именно шейх Рашид бен Саэт аль Мактум, то он в 1966 году, как бы мы сейчас сказали, проснулся абсолютно счастливым, потому что там, в Дубае, обнаружили нефть. Но это не самое главное, потому что, с одной стороны, мы можем сказать, да, безусловно, это предопределило потом развитие всего Дубая. Но тем не менее, чтобы мы с вами понимали, шейх Рашид бен Саэт был очень мудрым правителем. Он понимал, что эти ресурсы, они исчерпаемы. Поэтому ему принадлежит замечательная фраза, им в свое время сказанная. «Мой дедушка ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я езжу на Мерседесе, мой сын будет ездить на Мерседесе, его сын будет водить лендлодер, а его сын будет ездить на верблюде». И если ничего не поменяется, и Дубай будет исключительно черпать всю свою экономическую выгоду от, соответственно, нефти и газа. Поэтому тогда было принято решение. Безусловно, вначале мы делаем большой бизнес благодаря тем деньгам, которые мы получаем от продажи нефти и газа. И, кстати, этому очень способствовало в свое время был военный конфликт в Персидском заливе или в Арабском заливе, как его принято называть в арабских странах, чтобы опять-таки же никого не обижать. Так вот, как раз-таки дубайская нефть, она во многом способствовала процветанию Дубая и во многом предопределила это экономическое будущее страны. Но мы с вами должны учитывать такой момент, что на сегодняшний день только 5% экономики Дубая, они так или иначе связаны на продаже нефти и газа. Сегодня нефть и газ вообще ничего не определяет в экономическом благополучии этого маленького Арабского Эмирата. Значит, что еще важно отметить? Шейх Рашид бен Саид аль-Мактум, это получается дед нашего героя, шейха Хамдама бен Мухаммеда аль-Мактума, он построил порт, получивший его название, также он еще построил порт Джабель Али, это очень важные торговые, экономические центры для Дубая, что существенно улучшило, безусловно, его экономическое положение, и именно при шейхе Рашиде бен Саиде был образован этот союз, Объединенные Арабские Эмираты. И вообще, кстати, обращаю ваше внимание на то, что в 1905 году дед шейха Рашида, шейх Мактум, впервые был председателем на своего рода вот этом объединении тех шейхов, которые потом, впоследствии, также будут вместе решать вопрос об объединении в единое государство, Объединенные Арабские Эмираты. То есть, видите, в этом смысле за семейством Аль-Мактум закреплена эта определенная политическая, очень серьезная, но высокая планка. Шейх Рашид был женат на принцессе из рода Аль-Нахайян, то есть из семьи, которая находится в управлении Эмирата Абудаби. Поэтому ему было достаточно легко, собственно, маневрировать в контексте вопросов объединения этих Арабских Эмиратов. И вот тут, что важно отметить. Значит, его супругу звали принцесса Латифа бен Хамдан бен Зайт Аль-Нахайян. Дело все в том, что она дочь принца из семьи Абудабийских правителей под именем Хамдан. А наш герой, он, собственно, и носит это имя Хамдан. То есть его назвали в честь его прадеда по женской линии. Вот такая интересная наследственность. После смерти шейха Рашида в 1990 году ему наследует его брат Макту. Он скончался в 2006 году. И, кстати говоря, вот мы здесь можем провести некую определенную интересную составляющую. Вот иногда мы с вами слышим, а может ли, скажем, девушка, не будучи мусульманкой, изначально по своему рождению выйти замуж за настоящего арабского принца. Вот смотрите, как интересно. Значит, у шейха Мактума, эмира Дубаби, у Дубая, скончавшегося в 2006 году, был сын, который так и не стал его наследником в силу определенных обстоятельств, шейх Саид бен Мактум бен Рашид Аль-Макту. В 2007 году он познакомился, будучи в Белоруссии, по работе с обычной официанткой. Ее имя Наталья Алиева. Она имеет азербайджанское происхождение, но, тем не менее, жила в Белоруссии. Простая официантка, вот решила девушку там подработать. И шейх обратил на нее внимание и сделал ей предложение. Она приняла исламское имя Айша и с этого времени его жена. При этом, что также интересно, в 2015 году шейх Саид женился на другой уроженке Советского Союза, азербайджанке по своему происхождению, спортсменке Зейнаб Джаваларды. То есть, понимаете, в этом смысле есть, конечно, определенная возможность выйти замуж за настоящего арабского принца, но мы должны с вами всегда учитывать важность здесь обстоятельств какого рода. У арабского принца может быть, согласно исламским традициям, только четыре жены одновременно, сколько угодно наложенностей. Но так же легко, как он женится, он так же легко может и развестись. И при этом женщина, которая оказывается разведенной, вот то, что на ней находится в момент развода, то она и может с собой забрать. То есть, понимаете, здесь есть определенные свои тонкости, как и проблемы, связанные уже с дальнейшим будущим детей, потому что они, собственность исключительно отца, а не жены, которая является разведенной в данном случае, если такое происходит. Поэтому есть тоже определенные обстоятельства, о которых всегда нужно помнить, когда мы, так скажем, романтизируем историю, связанную с тем, как бы выйти замуж за настоящего арабского принца. В 2006 году скончался эмир шейх Мактум Аль-Макту. Но еще ранее, уже в течение 10 лет, фактическим правителем Дубая являлся его следующий по старшинству брат шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум. Вот именно этот человек превратил Дубай в то великолепие, которое на сегодняшний день он из себя представляет. Шейх Мохаммед сделал очень четкий бизнес-проект. Мы создаем Эмират для богатых. И действительно, если мы сейчас путешествуем в Дубай, пользуемся Эмиратс, то мы понимаем, что это одна из самых лучших авиакомпаний мира. И эта авиакомпания, она также принадлежит царствующей сегодня в Дубае семье Аль-Мактум. Если быть точнее, ее хозяином является один из принцев этой династии, а именно это принц Ахмед бен Сайт Аль-Мактум. Так что, понимаете, все очень повязано на семье. И вот семья Аль-Мактум, она не разделяет в данном случае государство и себя саму. Это единое целое. И также мы должны с вами учитывать, что это абсолютная монархия. То есть, власть Эмира в Дубае, она ничем и никак не может быть ограничена. Это к вопросу о нашем поведении. Когда мы приезжаем в Дубай, мы должны это очень четко также понимать. Что все то, что мы там делаем, если мы это делаем вне рамках закона, именно того, что в Дубае принят, то, в общем-то, может последовать очень суровое наказание. Что касается шейха Мухаммеда, то надо отметить, этот человек, конечно, очень разносторонний раз. В частности, это человек, который замечательно пишет стихи. Также он владеет иностранными языками, потому что, как мы уже с вами выяснили, очень тесная связь между царствующей семьей Аль-Мактум и Великобританией. И надо сказать, что он является очень крупным собственником, именно собственником земли в Великобритании. И это также, собственно, связано с этими тесными экономическими связями и личными связями между семьей Аль-Мактум и Великобританией. Шейх Мухаммед, он отец аж целых 26 детей. Он, как нам только известно, во всяком случае, женат был 7 раз. И вот здесь тоже очень интересный вопрос. Понимаете, в Эмирате Дубай вообще не принято показывать своих жен. Мы их не знаем, мы их не видим. И вообще все, что касается личной жизни царствующей семьи, представителей царствующей семьи, это также является фактически государственной тайной. Единственная жена шейха Мухаммеда, которую он сам показал всей общественности, это была принцесса Иордании Хайя. А как мы с вами понимаем, Иордания это очень светское, во всяком случае, государство. И женщины царствующей династии, они там присутствуют именно непосредственно на общественном пространстве. И поэтому, когда был брак у шейха Мухаммеда и принцессы Хайи Иорданской, то об этом все знали, ее видели, и, конечно же, это единственная на сегодняшний день жена, уже бывшая, правда, шейха Мухаммеда, которая знает действительно публика. Но от всех остальных жен всего у правителя нынешнего Дубая, всего, как мы понимаем, 26 детей, это 8 сыновей и 18 дочерей, и всего 40 внуков. Но это, конечно, опять-таки же мы должны здесь учитывать исключительно по официальной информации. От второй его жены, принцессы Хинт бен Мухаммед Аль-Мактум, родилось 12 детей. И вот здесь для нас представляет большое значение сыновья, родившиеся от этого брака. А именно, старший сын, который был некоторое время рассматриваемым как наследник, это шейх, принц Рашид, затем по старшинству это наш герой, принц Хамдам, далее родился принц Мактум и уже самым младшим является принц Ахмед. Но надо сказать, что старший сын, принц Рашид, он не оправдал высоких ожиданий от своего отца, поэтому тот не провозглашал его своим наследником. А в 2008 году шейх Мухаммед решил, что наследником Дубайского престола станет его 26-летний сын шейх Хамдам бен Мухаммед Аль-Мактум. Почему он принял такое решение? Вот это очень интересный вопрос. И, наверное, здесь, чтобы ответить на него, нам надо немножечко покопаться в личности действительно вот этого удивительного, абсолютно молодого человека. Потому что с самого детства он действительно был очень талантливым. это видели, и видели, как легко ему удается общаться с людьми абсолютно разных возрастов. У него проявился очень большой интерес к разным абсолютно сферам жизни. В частности, он очень полюбил дайвинг, он полюбил различные страстные виды спорта. Вообще, надо сказать, что он очень большой поклонник лошадей. Вот это есть его очень большая страсть. И, кстати говоря, очень многие арабские правители славятся своей большой любовью к именно этому виду, так скажем, развлечений и интересов. Но это не просто развлечение. Понимаете, в данном случае это осознанный интерес. И вот эта любовь, это взаимоотношение между шейхом Хамдамом и животными, она до сегодняшнего дня поражает. Потому что у него есть свой собственный экзотический, фактически, зоопарк, где живут белые тигры, его любимые соколы. Он с ними не просто, так скажем, общается, он, по сути дела, находит с ними общий язык, разговаривает с животными. Понимаете, вот это тоже очень интересная история. Я сейчас вспоминаю в каком-то смысле, вот если мы с вами говорим о мире Востока, здесь уместно вспомнить о сказках «Тысячи и одной ночи». А вообще, кстати говоря, немножечко отвлекаясь от нашей темы, отмечу, что только в начале 18 века в Европе стала известна эта история сказок «Тысячи и одной ночи», когда царица Шахерезада, царю Шахерияру рассказывала все прелести всевозможных взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Вот эта история, она попала в Европу через одного переселенца, который рассказал ее французскому востоковеду Галену. И тот перевел как бы эту историю уже на французский язык, и затем она стала повсеместно известна в Европе. И вот эта история об Аладине, между прочим, когда мы смотрим с вами всевозможные диснеевские мультики и фильмы, связанные с вот этим героем восточных сказок, то мы также должны с вами понимать, что во многом мы обязаны вот этому французскому востоковеду Галену, который просто познакомил тогда мир с вот этой всей восточной сказкой. И там же ведь очень большое внимание уделяется именно взаимоотношениям между человеком и животными в том числе. И, кстати говоря, посмотрите, как интересно. Вот Рядьяр Киплинг, известный британский писатель, он же ведь написал вот эту историю о мальчике Маугли и так далее. Он сам же ведь, будучи британцем, жил в Индии, в британской Индии, и он видел эту всю жизнь, слышал различные сказания, а ведь в основу сказок «Тысячи и одной ночи» вошли, между прочим, истории, в том числе и индийского происхождения. Поэтому наш герой шейхам-даам Бен Мухаммед Аль-Махтум в этом смысле он является очень таким естественным продолжением этой восточной потрясающей сказки. И, кстати, надо отметить, что он человек очень большое внимание уделяющий спорту и здоровому образу жизни. Скажем, по его инициативе в Дубае был построен специальный оздоровительный центр, где вы можете тренироваться и использовать то давление и те природные условия, которые, скажем, есть в Гималаях или в различных других точках мира. Представляете себе, как это интересно? И все это шейхам-даам. Ко всему прочему, это еще и талантливый поэт, известный под именем Фаза. И, кстати, если мы обратимся к его поэзии, то мы найдем там очень много всего посвященного женщине. Но, тем не менее, достоверно известно, что шейхам-даам бен Мухаммед аль-Мактум, вот этот большой, такой сердцеед и действительно человек очень обаятельный, мечта очень многих девушек, он на самом деле женился достаточно поздно. И сейчас известно, что, во всяком случае, как он в свое время это объяснял, он женился, потому что это была, во-первых, воля его семьи, и также это была принцесса, с которой он уже был помолвлен с самого детства. Ну, буквально недавно она родила ему двоих детей, сына принца Рашида и дочь принцессу Шайху, но, тем не менее, до сегодняшнего дня супругу шейха Хамдама никто никогда не видел. Представьте себе, мир Востока. Есть определенная здесь своя исключительность. Итак, вы знаете, что еще интересно? Как-то в свое время по отношению к женщинам, это, наверное, особенно также будет важно отметить, шейх Хамдам сказал. Мой отец, его высочество шейх Мухаммед Ибан Рашид Аль Мактум, является моим наставником по жизни. Я всегда продолжаю у него учиться, и его опыт помогает мне в решении многих стратегических вопросов. «Моя мать шейха Хинт истинный образец любящей и заботливой матери. Она вырастила меня в атмосфере абсолютной любви и привязанности и до сих пор поддерживает меня, несмотря на то, что я уже взрослый. Я никогда не забуду глубокую преданность и доброту моей матери. Я испытываю к ней огромное уважение и считаю, что любое общество, где не ценят матерей, является бесчестным и ничего не стоит». Представляете себе, вот вам роль женщины на востоке. Мать для мужчины на востоке – это святая женщина. Понимаете, вот это очень важный момент. И далее мы с вами должны обратиться к тем замечательным стихам, которые наш герой пишет. Смотрите, что он посвящает женщине. «О, мой преданный сокол, не смей никогда отвечать мне о пенье отказом. Я невидимой нитью судьбы сквозь года с ней повенчан и натрепко связан. Ее солнечный образ слепит красотой. Прогоняя на сердце метели, мои думы полны лишь единственной той, что с глазами пугливой газели. Сладость губ опьяняет медовый жасмин, как изящной акации ветка. Под тяжелыми каплями с неба вершин гнется стан ее тонкости редкой». И еще одно стихотворение. «Я помню, как подобно милому дитя принцессе Рос ты называла себя шутя. Твои суждения прелестные любя обязан, ангел мой, поправить я тебя. Для твоей истинной манящей красоты цветов названия обыденно просты. Перед тобой их блекнет нежный аромат. Ты для очей моих желанный райский сад. Его высочество принц шейх хамдам бен Мохаммед аль Мактум. Наследный принц Дубая, наш сегодняшний герой, и фаза талантливый молодой поэт, обаятельный и потрясающе интересный. И в завершении нашей сегодняшней встречи у меня к вам вопрос. А как вам кажется, какое будущее ждет Дубай с таким замечательным, талантливым, прогрессивным, современным принцем, который станет последствием Эймиром этой земли? Отвечайте в комментариях, с большим удовольствием буду читать. И, конечно же, смотрите канал, подписывайтесь, для меня очень важно и ценно ваше внимание. До новых встреч! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова